друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет где каждый день мы размещаем и постим достаточное количество аналитического контента цель которого помочь вам лучше ориентироваться на финансовых рынках получать возможно какие-то дополнительные подтверждения в том числе и вашим торговым системам и на основании всего этого уже торговать принимать решение об открытии той или иной позиции ну что ж в плане фундаментальных событий восточная европа это как и вчера как и на прошлой неделе тема номер один номер два и номер три оптимисты скептики следят за новостным фоном и в зависимости от того как меняется этот новостной фон как ухудшаются либо улучшаются настроения реагирует в моменте все это выливается в те движения которые мы видим на финансовых рынках вчера у нас прошел довольно таки продуктивный вебинар в ходе которого мы обсудили друзья с вами перспективы золота причем я в моменте во время прямой трансляции с вашей помощи смог выделите 7-8 факторов которые на текущий момент способствует тому что золото пользуется спросом и в итоге те кто пропустил вебинар он кстати доступен на нашем канале на ютюбе можете посмотреть у кого есть несколько минут свободного времени кому интересно что золото может произойти дальше но в целом как главный резюме могу сказать то что золото оправданно растет и на мой взгляд и не только на мой многие инвестбанки которым я доверяю как авторитетным источником информации также указывают на то что рост может быть продолжен в моменте золото котируется на отметке 1907 доллара за тройскую унцию конечно же сейчас основная причина это рост напряженности в европе поэтому участники рынка оправданно опять же делают ставку на наиболее защитный финансового актива поэтому мы видим позитивную динамику не только золото но и эталонных инструментов в плане защиты рынка форекс такие как и на их франк это нормальное поведение трейдеров это нормальная реакция по-другому и быть не может но помимо геополитики есть куча других причин благодаря которым золото сейчас скажем так на коне и чтобы опять же не уходить на обсуждение второй раз этих причин просто сделаю очередную ремарку друзья кому интересны другие факторы можете посмотреть на вебинар мы видим значительный приток а средства которые фонды взаимные фонды и те фонды хэдж фонда который специализируется на золото если это и те вовсе обеспечен даже с физическим золотом так вот только на прошлой неделе в эти фонды поступило до 750 миллионов долларов причем если мы будем анализировать фонды взаимных инвестиций ну скажем так в общих чертах эти фонды то действительно сейчас наблюдается чистый приток капитала пятую неделю подряд хотя уже исправлюсь уже шестую неделю подряд потому что что-то подсказывает мне на фоне такого роста как мы видим сейчас этой неделе тоже будет по сальдо и по чистым инвестициям и притоку средств положительно для этого металла и позволит нам говорить о том что тенденция сохраняется когда мы последний раз наблюдали такой же цикл интереса это был августа 2020 года вы помните в как раз тот период золото и обновила максимум исторические на отметке 2050 долларов за на тройскую фонсу bank of america рекомендует всем своим клиентам покупать друзья может быть вы клиенты этого банка может быть вы уже получали эти инвестиционные декларации заметки но если нет опять же я хочу обратить ваше внимание на прогнозы крутых банков потому что знаю что для многих из вас мое мнение в принципе не тот фундамент на котором можно принимать окончательно решение это нормально поэтому нужно искать дополнительную информацию вот пожалуйста дополнительной информации и подтверждение на хорошей точки входа на средний долгосрок прогноза bank of america цели 1950 это цели которые мной назывались ранее ссылкой на этот банк а сейчас котировки приближаются к сопротивлению 1910 и я а склонен полагать что эту неделю мы можем подать удачу ожидая золото в районе 1925 долларов за тройскую унсу что касается доллара 96 14 это индекс американской валюты даже несмотря на рост который мы видим локальный незначительные все равно инструмент продолжает консолидировать уровне 96 пунктов и хочу сделать акцент на преемственность новостного фона вот вчера было очень много негатива друзья вы все следили за новостями хочешь не хочешь эта тема связана с восточная европа она проникает в нашу трейдерскую активность и влияет на нее потому что мы вынуждены реагировать на движение финансовых активов которые в свою очередь реагируют на вот этот новостной фон сегодня я думаю что можно ожидать некоторые деэскалации напряженности потому что например повторный акцент на встречу между представителями сша и россии в конце этой недели к встрече на министерском уровне которая может подготовить почву для сами между сша и россии буквально через несколько дней после этого вот дополнительный акцент и повышение вероятности все-таки дипломатического регулирования кризиса может тут же стать а фактором коррекции по защитным инструментам и роста по риску поэтому в отношении индекса доллара я даже не удивлюсь если мы сегодня снова уйдем в район 96 95 90 и снова повторяю друзья что вот эта вялость она будет вплоть до мартовского заседания американского регулятора другие активы bitcoin который мы с вами шартили 36 815 ждем на отметке 30 тысяч долларов после праздничного выходного дня в понедельник мы видим что сейчас происходит с индексами в частности индексы в целом если говорить неудачный старт и недели в красной зоне snp 4283 пункта то есть цель 4300 пунктов была сделана благополучно нами и скорее всего можно уже метить на а планку 4200 следом за снижением американской фонды валится и рынок криптовалют потому что сейчас рынок криптовалюты такая же категория рисковых активов как и прочее питалий бутерин также отметил что разворота в ближайшее время мы скорее всего не получим и все что наблюдается сейчас это начало довольно продолжительного стяжного зимнего периода который будет способствовать оздоровлению все крипто отрасли потому что на фоне последнего хайпа который случился вокруг крипты когда каждый я альткоин ничего не представляющий себя и показывал рост в десятки тысяч процентов этот период а крипто зимы вычистит опять же этот рынок заставит уйти с него те проекты которые в принципе не имели ничего общего с тем чтобы внести какую-то ценность в развитие крипто индустрии а только лишь представляли какой-то спекулятивный интерес позволит именно таким столпам как сам виталий сосредоточиться развитие реально значимых проектов крипто зима она возможно было неизбежно друзья но я пока что лишь процитировал то что было сказано им но ожидаю что медвежья динамика на какой-то период времени еще сохранится что касается других финансовых активов евро и британская валюта здесь он лонг сохраняется друзья опять же он краткосрочный надеюсь еще 100 пунктов на перепаде изменения рыночных настроений мы с вами выжмем статистика очень хорошая по еврозоне составной индекс который комбинирует сферу услуг и производственный сектор на многомесячных максимумах по германии по еврозоне по англии такая же ситуация составной индекса на максимумах за последние по моему 8 месяцев на этих стат данных может базироваться решение по крайней мере для британской экономики точно повысить процентную на ставку также хочу обратить ваше внимание на нефть 94 60 мы ожидали отскока возвращение к прежнюю максимум и ждем собственно движение в районе 98 100 этот сценарий по-прежнему актуаль еще рекомендую посмотреть на новозеландский доллар сейчас он торгуется на отметке 0 67 12 удивительная стойкость вчера потому что даже несмотря на спад и снижение практически всех рисковых активов новозеландский доллар удержался и это может быть связано с тем что завтра утром резервный банк новой зеландии примет решение о повышении ставки с 0 75 до 1 процента и соответственно поскольку это только завтра допускают что пара nz и usd новозеландский доллар против американца может протестировать сопротивление 0 68 на этом собственно все большое спасибо за внимание всем хорошей торговой сессии и пока